Эти два диалога мы прочитали с вами в первой части. Вспоминаем, что Анжела купила пшеторминованный йогурт, просроченный йогурт, и в Чао Говы Жучич, она хотела его выбросить, но потом она пошла в магазин, чтобы рекламировать. То есть, вернуть, поменять этот йогурт. И ей согласились поменять. Давайте сделаем теперь упражнение номер два. То есть, когда мы возвращаем, жалуемся на товар, когда товар есть поврежденный или просроченный, тогда мы его возвращаем. Что такое срок годности? То есть, дата, до какого числа товар пригоден в употреблении? Эта дата стоит на упаковке. То есть, если дата, которая стоит у нас на упаковке, до какого числа годен продукт, если эта дата уже прошла, минула, значит продукт просроченный. Чего потребуем, чтобы рекламировать продукт? Что нам надо, чтобы мы могли вернуть продукт? Парагон, чек. В який ситуации спшедавца може не пшиёньч рекламации? В какой ситуации продавец може не принять, не взять обратно товар? Спшедавца може не пшиёньч рекламации, кеда немамы парагону. То есть, може не взять товар обратно, если у нас нет чека. Як із наш інанесенс слова рекламовач? Какое есть другое значение слова рекламовач? Рекламовач, то значе рувняш промовач. Так же имеет значение промовач, то есть рекламировать. Супар, идемы далі. Чэншч цэ. Выпадэк з губа крадзеш. Авария, потеря, грабёж. И почитаем диаложик. Хало. Чэщ, Аню. Не доеду на час до школы. Привет, Аня. Я не доеду вовремя на час. Вовремя до школы, в школу. Чы могла быч попровадзіць за мне лекція? Ты могла бы попровадзіць вміста меня уроки? Так, могла бы. Да, могла бы. Єстэш зденервована. Ты нервничаешь. Чыць ща стало? Щото случилось? Мяло малый выпадык самоходовы. У меня была небольшая автомобільна аварія. Цэ оч по важнэго. Щото сэрйознэе. Нашчэншч цэ не. К счастью, нет. Таксувка ж вымучу першэнства. Яздун жилам захамовач. Али самохуд за мном. Настэта не. Нашчэ, к счастью, нет. Такси вымучу першэнства. То есть он нарушил першэнства ёзды. Я успела затормазіць, но автомобіль за мной, к сэжэлэню, нет. Не успел затормазіць і врэзался в ньё. Чы всыцько в пужонтку? Всё ли в парядке? Зэм нам так. Тэлько самохуд є строку ушкодзоны. Сэм мной да. Толька автомобіль немного поврэждён. Тэраз чэкамэ на поліція, а потэм хчэлэбэм одразу поўэхач до варштату самохудовэго. Сэчас ждём поліцію, а потэм я хотела бы сразу же паўхать в мастерскую автомобільную. Идёмы далі. Шэчэ тамэ чэўчэ, нумэр два. Дойшч, доехач на час, то значы сдонжич. Тээс дэйти или доехать вовремя, это значит успеть. Сдонжич, успеть. Выпадык, кракса, аварія. Одразу, натыхмяст. Сразу, натыхмяст, немедлэнна. Тээсть тэраз, зараз, одразу и натыхмяст. Захамовач, зачымач самохуд. Тээсть затормазіць, ну как бы задержать автомобіль. Ушкодзоны, знішчёны, зэпсуты, тээсть поврэждён, там сломан. Здэнервуваны, застрэсуваны. Тээсть на стрэсі чэлэк, на нірвах. Окей. Чвечэння нумер чтеры. Здесь написаны на табличках самые распространённые причины аварии автомобильных, ДТП. Давайте прочтём. Алкохоль, алкоголь. Сбыт шибко язда, чересчур быстрая езда. Вонска и крэнта дрога. Узкая и такая кручёная, извилистая дорога. Шлиско, скользко. Брак ходнікув для пешых. Отсутствие, нехватка тротуаров для пешеходов. Зменчэння керовцы. Усталость водителя. Непшэшчэгання, чыли нераспектування пршэписов дроговых. Несаблюдение правил дорожного движения. Идёмы далі. І пшэчэтамы тэксчэх. Вэтам тэксці все вот эти слова будут. Окей, терас пшэчэтамы. Цо року на польскэх дрогах гіне в выпадках дроговых понад пэньч тыщэнцы осуб, а ранных і контузюваных єст дзєчэнч разы в янці. Єжыгодна на польскэх дарогах пагібаэт в аваріях дарожных, ДТП свыше пяти тысэч людей, чыовэк, а ранных і контузюваных в дзєць разы більше. Гўўнам пшэчэнам 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 пшэпісов дроговых, надмэрна прэндкощ, чыли збыт шыбка язда, вымушанне пшэнства пшэязду, неправедуовы выпшэдзані і нестэты провадзэння пшэздув под пыўом алькохолю. Главной пшэчэнай аварій – это несаблюдение правил дорожного движения. Превышение скорости или слишком быстрая езда, нарушение очередности проезда, неправильный обгон, выпшэдзані – такое опережение типа. И, к сожалению, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация погарша злый стан техничных польских друг. Ситуацию ухудшает, плохое техническое состояние польских дорог. Чэнсто сом онэ збыт вонскэ и крэнты, а их навешхня ест знишчёна, нерувна люк джуравы. Часто они эти дороги чересчур узкі и такі крончёны, извилистые, а их покрытие поврюждіно неровныя или дырявыя. Дужым проблемам ест брак ходнікув для пешэх в велю польскіх місцовощах, пшэск туры прувадзом дорогі шибкєгу руху. Большой проблемой ест також адсутствие нехватка тротуаров для пешэходав в большинстве во многих польских населённых пунктах, чиріз каторые прокладываюць скоростные трасы, дороги быстрого движения. Колейным причинам саў злэ варунки атмосферычныя. Мгуа – интенсивны опады дэшчу lub шнегу. Очередной причиной являются плохі атмосферные условия – туман, интенсивны опады дэждя или снега. Пшы злэй погодзе, нистэтэ, не выстарча радиовы устшыжэння. Увага, кіровцы, ест шліско. В плохую погоду, к сэжлэнню, недостаточна радиооповещэння. Внимання водителі скольска. Очэвіщче, не без значэння ест часам змэнчэння кіровцы, брак концентрацій чи сэннощ. Канешна, також імеет значэння інагда усталость водителі, отсутствие концентрацій или сэнлівості. Супэр, такі тэксчик. Идем і далі і трошешкай грамотыки. Мы видим две таблички, глагол муць, мочь, хчеч, хотеть. І видим такие интересные красненькі окончання. Бым, быщ, быщче, быщмэ, бы. В русском языке мы также можем сказать, я бы хотела бы поехать с тобой куда-нибудь, если бы, только бы, было бы с кем оставить котика. Ну, например, так мы можем сказать, используя вот эти вот частички окончания бы. А в польском языке эти окончания, как мы видим, изменяются по лицам. То есть я, бым, ты, быщ, он, она, бы, мы, быщмэ, вы, быщче, они, онэ, бы. Давайте прочтём первый глагол, мочь, муць, родзеймэнскі. Мугл бым, я мугл бым, я мог бы. Ты мугл быщ, ты мог бы. Он мугл бы, он мог бы. Мы, когда есть хоть один мужчина у нас, мы, могли быщ мы, мы могли бы. Вы могли быщче, вы могли бы. И они могли бы, они могли бы. Роды женские, род женский. И также, когда средний, мужской, сюда, когда нету ни одного мужчины у нас. Моглабым, я моглабым, ты моглабыщ, она моглабы, мы могли быщ мы, вы могли быщче, онэ, могли бы. Я моглабы, ты моглабы, она моглабы. Мы могли бы, вы могли бы, они могли бы. И часовник хчеть, глагол хатеть. Родзеймэнскі, мэнско-особовы. Хчаубым, хчаубыщ, хчаубы. Хчели быщ мы, хчели быщче, хчели бы. И родзеймэнскі, форма онэ. Хчаубым, хчаубыщ, хчаубы. Хчели быщ мы, хчели быщ мы. И также альтернация букв в мужском роде э, в женском роде а. Хчели быщче, хчаубыщче. Хчели бы, хчаубы. Давайте ещё раз прочтём глагол мочь, чтобы лучше запомнить. Мугл бым, мугл быщ, мугл бы. Могли быщ мы, могли быщче, могли бы. Могла бым, могла быщ, могла бы. Моглы быщ мы, моглы быщче, моглы бы. Супер, и зрубмэм, зрубмэть свечение номер шесть. Давайте сделаем упражненную номер шесть. Нам надо слова и скобок поставить в правильную форму. Можно, конечно же, подсматривать. Чы моглы быщче, так как у нас глагол мудс, часовник мудс, родзай, женский, вы. Значит, смотрим. Моглы быщче. Чы моглы быщче зачекать на мне. Вы могли бы подождать меня. Номер два. Чы хавьер, то он. И часовник хчечь. Он хчаубы. Чы хавьер хчаубы ехать с нами. Хотел бы хавьер поехать с нами. Чете здание, третье предложение. Чы паўство. Паўство, то форма они. И часовник хчечь. Форма они. Хчели бы. Чы паўство. Хчели бы зубачыч тэн фільм. Хотели бы вы увидеть этот фільм. Настэмп на здание. Следующее предложение. Чы ты и родзэй жэнскі. И часовник муц. Ты и родзэй жэнскі. Муц, так? Моглабыщ. Чы моглабыщ пожицыч ми нотатки. Ты могла бы отдалжыць мне свои записи. Далей. Чы они могли бы нам помоць. Чы они могли бы нам помоць. Могли бы они нам помочь. Далей. Чы пан то он муглбы. Чы муглбы пан то повтужыць. Мог бы пан это повторить. И остатне здание. Последнее предложение. Я родзэй жэнскі. И часовник хчечь. Можем выбирать мужскую форму. Можно не лично мужскую форму. Так как я девушка, я выберу вот это. Хчала бы мувич так добже по польску, як ты. Я хотела бы говорить так же хорошо по польске, как и ты. Супер. Идемы далей. И пречытамы ешче еден диалог. Хавьер, цо ще стало? Хавьер, што случилось? Сгубил мно татки Анжели. Я потерял конспекты Анжелы. Томаш, пэха. Анжела мяла злый день и напевно не бэнде задоволёна. Но тебе не повезло. Анжелы был плохой день и она наверняка не будет довольна. Може, езу ставилась в дому? Может, ты их, ну вот эти записи, оставил дома? Нет, нет. Поментам же выходил он с ними. Мял он ешче на пшестанку, кеды розмовял он с Эллом. Помню, что выходил с ними. Они были ещё со мной, когда я был на остановке, когда я разговаривал с Элей. Кто то ест Эля? Кто это Эля? Сочатка. Соседка. И цо потом? И что потом? Потом вщадуем до трамваю и теже розмовял он с якоюсь девчином. И потом выщадуем и где ж сгубил он те нотатки. Потом я сел в трамвай и тоже разговаривал с какой-то девушкой. И потом вышел и где-то потерял эти записи. Веш, естэш зупэлни неотповедзяльна. Знаеш, ты совершенно безответственный. Повиненэш задзвонись до бюра жэчээ зналежённых МПК. Ешли заставилэш я в трамвае, то можэ ктось отдам. Ты должен позвонить в бюро находок вот этого вот транспортного предприятия. Ешли оставил в трамвае эти записи их, то можэ кто-то отдаст. Окей, лечимы далей. Так, твичэння номер 8. Тэш пшэчытам, пшэтлумачимы. Слухам пана, слушаю пана. Ктось украдул ми портфэль. Кто-то украл у меня портмане. Где-то ще стало? Где это случилось? В пабе. Мялым го в кишэнне, в куртце и повесилам куртка на крэшле. Вот это портмане лежало у меня в кармане, в куртке и я повесил куртку на стул. Чы мял пан якісь документы в портфэлю? Были ли у пана какие-то документы в портмане? Не, нет. Карты крэдэтовы юж заблокувауэм, але пшэшэдам зглощич крадзеш. Бо камэра зарээструвааа маншчызны, ктуры украдул портфэль. Карточки я уж заблокіровау, но пришоу заявіць о краже, патаму што камэра зарэгістрірауў мужчину, каторый украл это портмане у меня. Дзенькуе бардзо. То цэнна информація. Прошэ ёшчэ выпэлніч тэн формуляш. Большое спасиба. Это очень цэнна информация. Прошэ ёшчэ заполнить эту форму. И теперь давайте почитаем, как же выглядел этот воришка. Тот швовек в шрэдэним, шепрашам, тот швовек в шрэдэним веку рачэй высокий и шчупы. Это человек среднего возраста рачэй скорее высокий и худой. Ест лысы ма крутком броды. Он лысый, у него короткая борода. В ушах ма кульчыки. В ушах у него серьги. Вот увидим это. Ёго тваж ёст дождь шчупла, нос дуже и кшивы, брода квадратова, брови чарны и широкі. Его лицо дастаточна худое, нос большой и кривой, борода квадратная, брови чарны и широкі. Злодзий ма на собі зелёны и вэлняны гольф, шары сподни и бронзовы козаки. Вор имеет на себе, то есть вор одет в зелёный шерстяной гольф, водоласку, серые штаны и коричневые сапаги. Супар! І остацня надзіщ, то повтуження. Чучэння номер єден. Сынонимы. Зепсуты – ушкодзоны, то есть испорчены, повреждённые. Реперовач – направич, отремонтировать, исправить. Пшетурминуваны – дата важності минева, то есть просрочены, когда срок годности уже прошёл. Неджава – не функціонує, не работает, не функціонирует. Любая техника, мы не можем сказать о технике, что она не працює. Нет, только так можем сказать у людях. Неджава – не работает. До зробеня, до залатвення. Если нам надо что-то сделать, то есть нам надо это залатвить, облегчить себе жизнь, сделав эти дела. Оплацаще – варто. Ну то есть окупиться ли это, варто, стоит ли, нужно ли. Окей, окей. И твичение номер два – «Цо робиш, кеды?» Что ты делаешь, когда? Кеды машь задолгий плащ. Когда у тебя слишком длинный плащ, иди до кравца, чтобы его скручить. Я иду к партному, чтобы его укоротить. Хцешь направить буты, хочешь отремонтировать обувь, иди до шефца. Я иду к обувному мастеру. Купилась претурминованное млеко, купила просроченое молоко. Вратцам до склепу, чтобы ей рекламовать, отдать или выменять. То есть я возвращаюсь в магазин, чтобы пожаловаться, вернуть или обменять. Сгубилась документы, потерял документы. Иди на полицию, чтобы то сгущить. Иду в полицию, чтобы заявить об этом. Я еду в мастерскую, чтобы механик починил автомобиль. Это был последний урок на уровне А1. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат, когда презентация и мой голос в зуме. Ну что ж, я думаю, мы с вами скоро услышимся в других видео, во второй части «Крок по кроку», в видео с глаголами, с временами. До услышения! До встречи! Пока! До встречи! До встречи! Продолжение следует...